здравствуйте дорогие подписчики и зрители следующий ролик который будет пойдет дальше из двух частей состоит я его разрежу пополам по полчаса потому что целиком смотреть конечно напряженно выйдет он с небольшим интервалом между собой ролик с анти украинским блогерами с тем которые я думаю вам всем знаком который показывает картинки и пытается вывести собеседника на эмоции вешать и руки и прочее надеюсь что разговор с ним у меня получился и я надеюсь что он нет не получил того контента на который рассчитывает приятного просмотра дети 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 рулетки дети 19 они меня поразили девятнадцать лет это не дети это про маленьких но эти которые ребенок третьем классе на это знает больше чем вот эти дети в 19 ну знаете люди разные сейчас вообще со знаниями людей напряженка в том числе и в школе вообще знаете есть такие отдельные персонажи которые специфические такие вопросы задают а потом думаешь черт возьми даже никогда не думал на эту тему в школе вроде так ничего не особо а вам сколько лет да я уже я еще молодой вам сколько ли славы бы сколько дали 25-26 не благодарен конечно значительно сильно старше чем возраст который мне дали но если честно я бы не хотел это не самая интересная тема я спокойно могу например сказать сколько мне лет я же не женщина не 61 почему тут причем тут сразу женщина что это за все все я снимает вопрос давайте тогда я вам задам вопрос кто такой ленин вот я задал мне девочки это вопрос она мне не ответила а вы ответьте кто такой знаете тут сложный вопрос а сложно потому что с одной стороны это вождь и революции с другой стороны крайне сильно он похож на засланного казачка немецким генштаба например я знаете я вот я за немецкий генштаб не готов сказать кем он там засну просто эти человек который любит свою родину который хочет и всего самого лучшего не предлагает устроить революцию революционным путем преобразовать государства менять политического фамилия шикельгрубер для вас знакома если я не ошибаюсь гитлеру правильно да это гитлер все они любили туда птички брать ленин тоже у нас вообще-то ульянов а джугашвили это кто товарищи осип виссарионович все-таки есть но видимо как как ведь как человек чуть постарше образование все-таки какой-то дает но это скорее сам это скорее самообразование я этого я не помню вот я пока не начал некоторыми какими-то разными вещами интересоваться этих вещей я не знаю это сто процентов а вот со временем знаете но интересы у людей меняются со временем у детей там компьютерные игры сейчас раньше там гулянт по улицам а потом как бы там какие-то протестные движения там все не нравится а потом как бы вот это вот меняется 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 и уже по-другому оцениваешь ситуацию но помните это же кто там сказал что тот кто в детстве не был революционером да у того-то того нет а потом потом не стал консерватором у того нет мозгу ну вот чтобы не помню судя по я не стану тоже не знаю кто и сказал но судя по какой наверное какой-то сказал англичанин я предполагаю что да потому что консервативная партия консервативная партия это английская ну можно там я думаю да я думаю что это кто-нибудь из великих англичанных скорее всего сказал да ну кто конкретно какие вопросы обсуждать из какого города петербурга одесса петербург завтра что что у вас завтра будет победовесие спад дедами на палке что это такое ну вы же взрослый человек если вам не нравится какой-то мероприятия вот если бы на моем месте был гражданин израиля у них завтра тоже самое мы будем то же самое сказали тихо 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 одну секундочку и в израиле в израиле во первых не 9 мая а 8 мая во первых в израиле 9 9 они тоже вот праздную день победы на государственном уровне можете проверить я так понимаю что они восьмого вместе с цивилизованным миром сорок пятом году сорок пятом году они 8 мая вышли там действительно есть фотографии вот так птичьего полета не знаешь самолета сняли или откуда вот а какая-то огромная площадь заполненная и вот 8 мая на 15 00 в последний европейскому времени они вот там собрались и объявили о капитуляцию и израильтяне слушайте мало ли что когда было сейчас они делают так может быть раньше я не спорь может они раньше выходили так но сейчас вот они выходят так и даже парады вы наверное помните что парады проводились там и сколько там ну там сорок пятом году было следующий и да и а следующий парад был вообще там сороковые какие-то 60-х годах его проверили как вся какие-то и это был не праздничный день не выходной не через 5 и 70 и 85 и 90 4 парада было только за время вот видите вот видите да то есть время идет все меняется поэтому сейчас вот смотрите хорошо а почему то вы проводите марш бессмертный полк да называем назвали у бессмертный пол а почему не делал а почему не делаете марш расстрелянный полк расстрелянный полк никого там те кто расстреливал нести портрет или тех которых расстреляли до которых расстреляли этим должен должен надо помнить да я с вами согласен у нас есть такая штука как же она называется в петербурге тоже таблички вешают шутка вы даже шутите над этим штука я сказал штука штука есть такая инициатива инициатива отдельных граждан я не помню как называется но суть том что на дома где жили люди которых сначала репрессировали а потом амнистировали вешают таблички о том что вот вот эти люди вот они здесь жили вот и они подверглись репрессиям незаконно вот такой есть я думаю что это должна быть инициатива людей чьи родственники были репрессированы и расстреляны незаконно вот это должна быть их инициатива в какой-то день проводить пускай даже аналогичные мероприятия если эти люди не хотят этого делать кто их должен кто им должен что-то они сами не собрались а кто придумал все все я понял а кто придумал бессмертный полк а потом его подхватили это инициативная группа он до того как он стал всероссийским как я понимаю он там меня город не помню но там лет пять проводился уже до того а потом его подхватили я не помню то ли путин то ли кто сказал что надо как-то это все дело журнализовать у вас журналист то ли новосибирский то ли еще да 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 вот что такое там проводить датами вот вот этот пример того как надо собираться была инициативная группа они вот это все придумали делали да и местные власти давали добру ну а потом оказалось что идея удачная как бы ее подхватили и дальше растянули на суду спорта тоже смотрите с расстрелянными я посмотрите было четыре волны реабилитации 1901 волна была 1954 в 61 году реабилитировали ну я вам округленно скажу 737 тысяч человек шестьдесят втором году отдельно была волна еще было сто пятьдесят семь тысяч реабилитировали потом до восемьдесят восьмого тоже ничего не было восемьдесят восьмом году реабилитировали восемьсот сорок пять тысяч человек и в девяносто первом девяносто четвертом году еще реабилитировали шестьсот тридцать тысяч человек после 2004 года еще подали на реабилитацию примерно пять миллионов человек но до сих пор они так зависли воздухе их никто не реабилитировал то есть в итоге официально реабилитировали два миллиона четыреста тысяч человек за вот я реабилитацию который сказал которых расстреляли это официально были осуждены без состава преступлений и расстреляны 2 мисс с половиной почти миллиона человек а пять миллионов у вас никого не хватает времени реабилитировать понимаете эти списки готовы хочу меня спрашивали рассматривать я говорю почему вот эти два с половиной миллиона человек не распечатать фотографии и не выйти но это вопрос преступления советского союза да вопрос к родственнице советского союза напомнить о преступлении советского союза это вопрос к родственникам этих людей зачем вы мне эти люди расстреляны ну вы сами вдумайтесь только да это официально как не советский союз уже признал официально расстрелянных и еще раз это вопрос да эти раз этих людей вы про израиль сказали смотрите это точно были невиновны да потому что их реабилитировали правильно это точно уже не виновники и должны этим заниматься а 5 миллионов а 5 миллионов погибло в повисло в воздухе там непонятно виновны невиновны это 5 миллионов никто дальше не рассматривает как вы думаете почему вы же сами сказали что было четыре волны между этими волнами было не два дня там шли годы а иногда и десятилетия пройдут еще десять от 2004 года остановились может человек который этим занимался умер большой пока новый найдется кто там начнет эти все архивы поднимать пройдет время это же желание надо этим заниматься если человека нету если нет такого человека значит никто этим заниматься не будет кстати а в израиле будет проходить победы не знаете в израиле будет проходить парад победы или нет не знаете в израиле парад победы проходить не будет а как а почему я что израилетянин что ли у них спрашивали и я тогда вам скажу просто голда мэр когда увидела смету в семьдесят третьем году после шестидневной войны в освобожденном иерусалиме приняли участие четыре с половиной тысячи военнослужащих и четыреста единиц техники не считая конечно трофеев и 400 самолетов и когда голда мэр увидела смету этого парада она заявила что парадом больше в израиле будет не когда это суверенное государство у них есть право они не хотят пускай не проводят кстати она добавила что военные парады проводят только африканские диктаторы а военная мощь израиля находится на таком высоком уровне что не нуждается постоянной демонстрации расскажите это французам который вот в каком-то а честным сенатом году тоже провели парад победы восемнадцатом году они не парад победы провели они на они они на этих инвалидных колясках провезли живых еще ветеранов короче победы короче гуглите все это дело вон эти прибалтийские не братья тоже регулярно по свои резиновые лодки таскают и потом как считать понимаете как вот как считать смету как вот они считали смету у них армия вся контрактная значит люди в любом случае получают зарплату техника в любом случае ездит конечно значит смету посчитали на этом мир а что там из сметы полиция в любом случае обеспечивать про паре правопорядок дороги все равно делаются по факту парад не стоит вообще смета же смета же выделяется на это дело по любому ничего там не выделяется ничего там нет по-другому не бывает ну давайте наши взрослые люди смотрите да есть армия не знаешь человек она вся контрактная им за каждый день работы все равно платят деньги неважно они идут на парад или они в казарме сидят правильно правильно танк его пи он периодически должен ездить неважно где он ездит на полигоне или в центре города правильно правильно аналогично с самолетами полиция она и так обеспечивает каждый день правопорядок каждый день им платят зарплату они могут в участке сидеть по городу ездить или в цеплении стоят и все равно они получат эту зарплату поэтому это смена можно спросить много специальности и какое у вас образование что же сразу на личность я услышал ваше мнение и мне хотелось бы знать высшее образование а по специальности кто я специалист биолог биолог ну может быть все если специалист биолог такое так размышлять может но вы никогда руководителем не были это как бы я делаю вывод хорошо скажи пожалуйста а вот почему 9 мая 9 мая при ссср было только четыре парада а вы проводите каждый год спросите у иосифа виссарионовича и потом у всех остальных лидеров иосифа виссарионовича не было ни одного парада вот 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 всех начиная с него и спрашиваете почему они не проводили парада я здесь причем это было сто лет назад причины были наверно такие как я могу ответить на этот вопрос как вы думаете хотели не могли еще в эту историю я не влезал может наверное документы где написано почему парад не проводится но я сомневаюсь скорее всего просто не проводили все просто потому что еще были живы те ветераны которые своими жизнями уложили дорогу победе так сейчас и но и тогда их было больше сейчас их существенно меньше время идет они умирают и что сейчас сейчас и что ли нету совсем есть и они точно также сидят а может быть а может быть этот любой знал что ему настоящие фронтовики могут просто не простить это победа весе и поэтому не делался вы вы вешаете себе ерунки куда-нибудь не я не себе вопрос 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 в котором вы навешиваете ерунки на какое-то событие но вам не нравится это ваши проблемы у вас не нравится не проводится ну и все я говорю мне нравится не нравится как а как вы думаете плясать на костях все-таки 50 миллионов лучше или просто что есть концы а что есть в какие-то ночные вечеринки по этому поводу там где разливают и и пьют из черепов погибших вот что это в этом духе есть может на красной площади дискотеку устраивают и там танцуют этого же всего нету есть концы сидят ветераны там в партере им там поют для них артисты как все так вот эти люди секундочку могут каждый день выбраться как он называется в театр короче поэтому вот и мы устраивают хоть что-нибудь просто планшет у меня стоял на зарядке сейчас секундочку только в монитор его не печки потому что все равно засвечено я по дубном покажу увидите увидите ну если я покажу вам вашу ваша реку вашу рекламу не вопрос не вопрос сейчас я найду день победы и как он был от нас далек да сейчас посмотрим я здесь у меня это просто как это называется своими словами делом на слову поверь свои свои танцуем до этого до утра кто танцует где танцует кто организовал помните нет а там на вывеске прямо все есть сейчас это государственную структуру организовала нет конечно частно это частный ресторан кто-то кто-то какой-то в ресторане какой-то человек что-то там устроил на день победы это дама к параду как вы думаете готова что поделаешь и вы что хотите сказать что вот так вот в интернете я с вами согласен и вы думаете что люди которые там условно ходят на бессмертный полк они вот под одеждой вот так вот вы так вы так думаете всерьез это понимаете в современном мире в нашем мире да когда вот так называемый в интернете вот это все выкладывать понятное дело понятное дело вот тут вот недавно и вы наверно читали там где там поведенных арабских эмиратах или где там голые украинки там на балконе фоткались как бы это что нормально тоже для той страны ненормально ну и как бы ну это же ничем им не помешало ну и здесь ну ладно но человек идиот что поделаешь в голове видимо вместо в мозгов говно чтобы обсуждать это что 9 мая ну я же вам сказал есть идиоты что это вашим и вот за это за все им путин заплатил или что или кто это он их попросил вот так одеться выставиться и сфотографировал какой там какой-то пряник вы знаете здесь я даже не знаю что это что вот пряник почему-то написано еще раз что что вы хотите этим показать какие-то четыре малолетние идиота вот так вот оделись или там разделись в данном случае что что это доказывает что что на бессмертный полк выходит там пару миллионов четыре человека идиоты пускай 5 это сколько едина долей одного процента мы даже не сможем это в уме прикинуть одна десятитысячная ну что поделаешь умственно отсталок везде полно не понимаю приди и победи ну вот 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 9 8 мая представляете я знаю кто эту картинку сделал для этого человека видел я видел человека который сделал эту картинку этого реклама это вы лично в эту картинку сделала я конечно чтобы чтобы меня потроллить чтобы мне всякие глупости на картинке распечатанные показы в надежде что у меня будет какая-то иная реакция кроме зол посмотрите давайте еще покажу это тоже я сделал вот смотри 9 мая с днем победы вот немецкий солдат бросает так называемую гранату дерево на ручках колотушкой вы слышите вы слышите что я говорю вот то что вы показываете ничего не видно вы понимаете или не принять не видно на качество картинки не видно хорошо я вам поверю это лучше качество лучше остановить с праздником победы смотри написано с праздником победы 90 41 хорошо видно остановить вот по предыдущей фотографии скажите мне после того как эта фотография была плаката был распечатан там какие-то были скандали скандал какой-то по этому поводу был заставить не не было вы уверены вы уверены если я вас если я не слышал что был скандал вот вы не я не слышал что был скандал хотите я вас найду а вы можете занять канал не вопрос думаете сняли я уверен что когда вот это все прояснилось если там на картинке не видно смотрите смотрите вот это вот выиграть за блинград мы забава ваши тихо ваши тихо это закончили я не хочу продолжать у вас есть это ветераны велика я не буду это вы сделали заготовки ради бога какие проблемы чего хотите что-нибудь обсудить существенно интересное такое или вы будете мне показывать какие-то ваши заготовки все есть хорошо ладно все как не хотите отвечать скажите пожалуйста почему вот 9 мая это все равно промежуточный день это не день победы почему мы отмечаем его как день победы вы не отмечаете вы вы отмечаете промежуточный день война еще не закончилась на вы ответ вам будет следующим это день символический мы так хотим вот граждане россии которые отмечают его они так хотят кто не хочет отмечать тот не отмечают следующему буду вам будет ответ символически потому что война то еще ушла в курсе не имеет никакого значения что когда где с японии не с японии вообще плевать мы отмечаем 9 числа тот же израиль отмечает уже 9 8 числа когда вы празднуете вместе с теми кто проиграл тоже война еще шла но вы уже про вы уже отмечаете и скорбите знаете как легко отличить победителей от победитель празднует победу а проигравший скорбит по погибшим вы скорбите или празднуете я говорю мы погибших скорбим это да значит вы проиграли значит вы среди проигравших я бру пляска на костях это точно не гряда не про это не пляска на костях пляска да вы что конечно вы израиль шестидневной войне потерял людей потерял они они не празднуют они поздно не отмечают этот день правда он у них памятный они тоже они тоже поймут погибших поминаем они они тоже поминают уходят и слезы льют они его гордятся тем что они всем что люди там погибли и отдали свою жизнь за независимость государства и победили целую коалицию арабских государств это даже не понимает там обжали кое-где у кое-кого я говорю это не это не сделали это тогда они молодцы до символический день вы могли можете его отмечать какого хоть 15 мая можем но отмечаем 9 вам это 28 мая вам вам это не нравится хоть 28 еще раз не просто я понял я ответ услышал это очень хорошо что услышали мне не то что не нравится мне просто интересно промежуточный день это просто про я уже ответил ни о чем он не хочу хотите услышать промежуточный непромежуточный конечный начать плевать вот это символический день в них в этот день про отмечается и побед